Выставка, посвященная 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, открылась в Петербургском институте русской литературы, более известном как Пушкинский дом. Создатели экспозиции, исходя из специфики своих фондов, задались целью представить не хронику сражений, а проиллюстрировать влияние войны на состояние общества. От романтического культа Наполеона до поэтических откликов на возвращение русских войск из пленного Парижа. Назвали выставку строкой из стихотворения Василия Жуковского «За смертью и за славой». Пожалуй, нет такого музея в Петербурге, где сейчас, в год 200-летия той героической эпохи, не звучали бы великие имена. Император Александр I, фельдмаршал Михаил Кутузов. Вот этот письменный прибор, точная копия того, который стоял на столе фельдмаршала, а тогда еще генерала Кутузова, на карте диспозиции перед главным сражением Отечественной войны 1812 года, которая впоследствии получила название «Мородинская битва». Даже ополченцы именины Пожарские, которые, казалось бы, прославились совершенно в другой войне, за два века до Бонапарта, здесь неспроста. Бронзовые часы работы знаменитого французского мастера Пьера Филиппа Тамира, современника Бонапарта, появились в Петербурге раньше, чем памятник Москве. Памятник этот появился в 1818 году в Москве, хотя предполагалось его установление в 1812 году в связи с 200-летием победы над поляками. Главное достояние выставки литературного музея – это, конечно, рукописи. Всего один день в Пушкинском доме посетителям показывают строчки, написанные именно Пушкинской рукой. За стеклом легко читается знаменитое «Перед гробницей святой стоит поникшую главу и посвящение Кутузову». А вот торопливые строки самого великого русского полководца. Лариса Агамалян разбирает их так же уверенно, как, вероятно, сам Кутузов, дислокацию военных сил перед стражением. «Солдатики смоленские вынесли чудотворный образ смоленской Божьей матери». Это письма Кутузова к жене накануне Бородинского сражения. Великим мужчину делает женщина. Экспозиция, посвященная войне, не обошлась без них. Правда, прекрасной половине на выставке отвели лишь скромный уголок. В нем портреты Дарьи Державиной, Анны Лаваль, Елизаветы Олениной – тех, кто взял на себя заботу о раненых детях и вдовах погибших солдат. В ноябре 1812 года возникла вот идея такого патриотического общества, женского патриотического общества. Возникла она в Петербурге, в придворной, в общем, среде. Среди его первых таких участниц были, ну, многие фрейлины и императрицы Елизаветы Алексеевны. Витраж, сожженный Бонапартом Москвы, пожалуй, единственный экспонат, в создании которого потребовалось помощь коллег из других музеев. Увеличенная во много раз и распечатанная на специальной бумаге иллюстрация, которая досталась Пушкинскому дому от музея квартиры поэта на мойке в электронном виде. Но и такая культурная поддержка сейчас, пожалуй, сродни донорской помощи. Ведь экспозиция на тему войны 1812 года теперь, ровно 200 лет спустя, для каждого музея не просто культурное событие, дело чести. Анна Морозова, Виктор Хлебчик и Марк Полухинских. Петербург.